Добрый день! Сегодня 23 ноября 2012 года, пятница Ну и я сегодня начинаю очередной бред физика Называю его информация для МАГАТЭ На днях белорусское телевидение, СТВ, спрашивали мое отношение к белорусской атомной электростанции Я им начал рассказывать про Чернобыль, про безопасность, про нашу Игнолинскую станцию Что надо, атомная станция это не обычная гидроэлектростанция или тепловая Что это очень серьезный объект И при серьезном отношении к серьезному объекту То есть при соблюдении технологии, регламентов, всего-всего На примере нашей Игнолинской станции Этот объект безопасный, может отработать предназначенное ему время С пользой для людей, человечества, для всех Вот, но надо к этому относиться очень серьезно Может быть я немножко многовато говорил Но журналистам стало скучно Они развернулись и уехали Сказали, что нет времени Ну, в итоге отношение к белорусской атомной станции я не высказал Потому что у меня оно неоднозначное Ну, по разным параметрам, по разным вопросам Ну, и как бы это другой вопрос То есть белорусская атомная электростанция, которую строят И уже начали строить в Островце Это неоднозначный объект И я думаю, что это отдельный вопрос После этого я хочу как бы подвести некоторые итоги Может быть о чем-то там еще порассуждать Вот Может быть еще раз на что-то обратить внимание На серьезные, с моей точки, вопросы Которые надоедают Как и тем журналистам Надоедалось лучше Может быть и вам тоже надоест Но это, как бы Я вот тут уже даже письменно что-то составил Не повенился Я думаю, что, ну, как бы Обращение к МАГАТЭ К специалистам, которые Ну, что-то, вот, может быть, оценят После Фокусимы Ну, после взрыва энергоблоков На японской атомной электростанции Фокусима Было принято такое решение Я не знаю, под эгидой МАГАТЭ или что То есть провести инспекцию всех атомных электростанций В мире на предмет безопасности Я не знаю, затрагивался ли Вот в этой инспекции Был ли, как бы, элемент исследования на водород Это моя тема, вот, которую Я в этой серии материалов своих И развиваю И поэтому я не знаю, затрагивался ли там вопрос Исследования, вот, на безопасность Этих атомных электростанций по водороду Ну, и поэтому я, вот, из-за незнаний Может быть, там этот вопрос затрагивался Вот Я этого, ну, не слышал Ну, поэтому, как некоторое повторение Моих умозаключений Вот Ну, типа информации для МАГАТЭ Значит, ученые Ученые, проектанты, разработчики Когда проектировали атомные электростанции И ядерные энергетические установки Они сосредотачивались, вот, ну На предметах, там, управления Реакцией, вот, деления То есть на управление ядерными реакциями Ядерными реакциями, там, тепловыми всякими И как-то пропустили, вот, вопрос водорода Он был просто пропущен Ну, как бы, потому что ученые Это ядерщики, там, технологи, там, другие, другие Вот А вопрос водорода был упущен По моему мнению И, в принципе, вот эти аварии, которые мы Чернобыльская авария, Фокусимская авария Безопасность остальных атомных станций Ну, тут и Игнолинская присутствует По водороду Она, вот, как бы, была упущена И, по моему мнению, то есть, как бы, пролетели и попались на Меккине Все учли, а вот Меккину не заметили Про водород я имею в виду явление Лавинообразного образования водорода При контактировании воды С расплавом из ядерного топлива и материалом каналов Ну, энергетических каналов Этих самых Каналов Ядерно-энергетической установки То есть, это явление Вот, лавинообразное образование водорода Было упущено Я считаю, что, как бы, вот, ну, как бы, это, это вот нужно учитывать И это, как бы, три момента Вот, лавинообразное образование водорода Которое может появиться при разных ситуациях Мы думаем, что все хорошо Вот, много Ну, энергетики, гидро, там, тепловые всякие Энергетика Ну, не сработало свое собственное питание Там Откуда вы-то получили электроэнергию? Потому что мы так думаем А представим момент, что Все электростанции отключились Собственное питание Отключилось Типа, вот, дизеля, которые подпитывают И каждая атомная станция Имеет, типа, аккумуляторные батареи Которые могут продержать блок Ну, реактор Ну, примерно полтора суток, максимум И все Если дальше не будет внешнего питания А топ Реактор надо охлаждать Вот, как бы, технология Технология такая, что там Это не, не, это сама Тепловую электростанцию Выключил рубильник и все И ушел домой спать Вот А здесь надо работать И мало того Даже топливо, которое вот Как на Ингалинской станции Выгруженное из реактора Оно все равно горячее Оно должно 5-7 лет выдерживаться Прежде чем там его как-то разделывать И в контейнера Уже на более продолжительное хранение Закладывать Его надо охлаждать То есть теплосъем должен быть А особенно реакторная установка Которая только что остановилась Которая была на мощности Ее надо охлаждать и охлаждать И сделать теплосъем То есть процесс расхолаживания И вот в это Вот То есть Поэтому Вот Первый момент Это Как бы ядерное Образование водорода То есть вот Расплав топлива Образуется Лавинообразно водород Второй момент Это Как я считаю Что для каждой Энергетической Вот живучесть То есть процесс живучесть Ну или момент Или определение Вот Параметр живучести Если ядерная Энергетическая установка Или реактор Который Является центром Этой установки Перегрелся До определенной Температуры То есть должна быть Вот это вот Для каждой Энергетической Установки Определена температура Если выше Этой температуры То все Эта Энергетическая Установка Больше эксплуатироваться Не будет Вот До Критической Точки Еще можно Бороться За ее живучесть После критической Точки Все Уже Не борьба За живучесть А борьба За сохранение Окружающей среды За захоронение И процесс Наступает За хоронение Этой установки Как Вот Радиоактивного Отхода Если это Ядерное Ну Про ядерное То есть Температура Критерии Вот Живучести Вот до этой Температуры Она живуча Еще Если перегрели Выше Все Это уже Не ядерная Установка Это уже Нужно Заботиться О ее хранении Никакой То есть Совсем Другое отношение Должно быть Ну и Как бы Третий Вариант Параметр Такой Вот Безопасности Это Отношение К технологическому Регламенту То есть В проектах Везде Забиваются Строго Технологический Регламент Эксплуатировать Так 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 Но На этот Технологический Регламент К сожалению Вот Накладываются Разные Моменты Ну Первый Момент Это На этих Энергетических Установках Практически Везде Пытаются Экспериментировать То есть Проверять то Проверять то Значит Ну понятно Какие-то Ученые Разработки Новое топливо Там еще Что-то Где-то Всегда Что-то Испытывается Новые Параметры Новые Условия И получают Понятно Потому что Отдельно Экспериментальных Установок Типа Атомный Электростанция Реактор Ну или блок Атомной Электростанции Таких нет Это очень Дорогостоящие Проекты Вот И поэтому Стараются Что-то Что-то Испытать Для будущих Ну Цель Понят Благородная Цель Но Она может Привести И к Плачевным Последствиям Поэтому Вот Запустили И все Как автомобиль Завели Чего воспитывать Все там Все прописано Запустили И строгое Соблюдение Регламента В принципе В этом Режиме Это Ядерная Установка И Будет Эксплуатироваться Долго Весь Срок И все Как положено Никаких Шаг влево Шаг впро Все Вот Эксплуатировать Ее должны Специалисты Никаких Национальных Кадров Национальных Условий Там еще Местных Энерго Независимости Там еще Чего-то Ничего Ничего Этого Политических Каких-то Этих самых Колебаний На Вот На эксплуатацию Ядерных Энергетических Установок Ну Атомных Электростанций Ничего Не должно Распространяться Должны Эксплуатировать Специалисты То есть Железная Технология По По Образованию По Квалификации И Никаких Других Вот Национальных Менталитетов И таким Образом Как бы Я вот Из критерий Выделяю Что Первое Это Отношение Не отношение А вот Оценка На безопасность По водороду Это Водород Ну Как я и говорил Может получиться Мы думаем Что все Все будет хорошо А если вот Нету Нету Подпитки Нет Все И все И дальше Как Как вести себя Вот Когда У нас Плавится Зона И что Вот И как Вести себя При этом То есть Водород Второе Живучесть Третье Технология То есть Железная Технология Вот как бы Три параметра Ну Их наверное Больше Вообще Больше Существует Но Вот Как бы На примерах Рассмотрим Ну Чернобыль Значит Там Сказался Да Менталитет Сказался Любой ценой Хотели провести Эксперимент Любой ценой Значит Далее Это Когда блок Заглох Поднимали его Вот Поднимались До того Что В нижней части Реактора Вот Мгновенно Пошла Цепная Реакция Пошел Технологический Процесс Вот Там Образовало Мгновенно Ну Это можно Наверное Как-то Посчитать Образовалась Температура И Мгновенно Выше Вот Температура И плавление Топлива И каналов И все это Начало Плавиться И вода И закрытое пространство Каналы И Вот Из воды Мгновенно При этом Образовался Водород Плавинообразно И взорвался Вот Дальше Лили воду Пожарники Лили воду Туда Остатки воды На расплавленное Топливо Это попадало Из этого Из водорода Ну Мгновенно Из воды Образовывался Водород Который Горел Пожарники Видели Какое-то Пламя Там было В реакторы Возможно Это как раз И горел Как вот В газовой плите Горел водород То есть Менталитет Наложился Надо все Надо все Выполнить Любой ценой Водород Никто не думал Про водород Что взорвется Потому что Ну и считали Что не взрывается Вот она взорвалась Ну там уже Заживучесть Это вот пожарники Поливали реактор С водой Вот боролись Заживучесть Ну Вот 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 Как бы Тоже по критерию В принципе Вот Бросить Кусок Расплава Этого Ядерного Топлива И Материала Каналов В океан Вот что будет Расплавленного Да Что будет По идее Будет образоваться Водород Который тут же Загорается Это будет Разогреваться То есть Поддержится Температура Может быть Это ключ Для злодейства Поджечь землю Не дай бог Ну бог Да Вот Чернобыльская То есть Все наложилось Живучесть Водород Технология Вот Как бы Три фактора И Каналинская Атомная Станция В Руководстве В РУЗе Так называемой В руководстве По управлению За проектными Авариями Заложено Что При Когда будет Плавиться Топливо То есть Реактор Разогрелся И плавится Топливо Истекает Подреакторное Пространство Заложено Заполнить Подреакторное Пространство Водой Ну Все предполагали Что Из Водород Который будет Там И зная Что он Лавинообразно Будет образовываться Что он Там Оттуда Пойдет Башня локализации Потом Через вышивные Панели В атмосферу Ничего не случится А я считаю Что Это напрямую В руководящем Документе По безопасности Станции Ну вот Вот Заложено Взорвать Кто сказал Что При температуре 1400 градусов Это температура От плавления Примерно Что Не загорится Водород Загорится Так это В документе Руководящем документе По Ну как бы Безопасности Сохранению Окружающей среды Заложено Что Взорвать Взорвать Реактор Взорвать И эту башню Все Все Взорвать То есть Вообще Загрызнить И Как бы Ну Значит Без слов Менталитет Там Что тут Накладывается Без слов Вот Барба Заживучесть Какую живучесть Вот Наоборот Наверное Воду Всю Всю И пусть Он там Плавится Черт с ним Вот А может быть Там Шурфы Должны быть Куда Это топливо Растекалось Чтоб там Критической массы Не образовывалось И бог С ним Пусть оно Плавится Без слов Ну Реакторы Игнолинской Атомной станции Заглушены В оба реактора Выгружается Топливо Там Но топливо Еще Находится В бассейнах Поэтому вопрос О безопасности Игнолинской Атомной станции В документах Которые Заложены Сомнительные Вопросы Ну Сомнительные Потому что А где в Литве Исследуешь Вообще Это Да нигде Ну Нет Нет исследовательской базы И откуда Это Навет Какой-то Вот Заложены Сомнительные Вопросы По безопасности Поэтому Вопрос С безопасностью Игнолинской Станции Не снят При том Что остановлен Реактор В бассейнах Много топлива Там есть Такая реакция Сложилось топливо Пошла реакция В воде Что будет Не знаю Фокусима Япония Вот они Значит Землетрясение По сигналу Нормальное явление По сейсмике Остановились Все блоки Фокусима Остановились И остановились Все атомные станции Японии Потому что Землетрясение Прошла волна Цунами На Фокусиму Залила Дизель Генераторы И все Собственных нужд Там питания Батареи этих Хватило Там на сутки Даже не хватило Реактор разогревается Перегрели До расплава И они все Льют И льют туда Воду Во всяком В итоге Значит Блоки потеряны То есть За них Уже Боролись За что Почему За жизнедеятельность Этих блоков Вот С какой-то точки Когда ясно Что эти блоки Никогда Эксплуатироваться Больше не будут Потому что Они перегрелись Вот А все равно Боролись За их Жизнедеятельность Лилили Воду Ну как-то Со стороны Нет электричества Все атомные станции Стоят Под питание Даже если бы Были провода Может Я не знаю Были или не были Так они Куда взять Вот Остановились Блоки По сейсмике Ну потому что Будет болтать Турбину погнет Там еще что-то А если Да черт с ней И есть турбина А если бы Работала Была бы Электроэнергия Было бы Чем питать вот эти насосы, которые качают воду То есть через реактор И охладили бы, сохранили бы ведь реактор Ну полетела бы эта турбина То есть там что-то, ну заменили А так появился водород Ну перегрели зону, расплав, вода, водород, взрыв То есть все, все получилось И менталитет, что хотели И борьба за жизнедеятельность, и по водороду Ну, я не знаю Какой должна была быть реакция на фокусиме Но во всяком случае это не было заложено, не изучено и не запроектировано Но может быть, может быть лучший вариант был бы Что когда уже вот столкнулись с такой, что подпитки нету Электричество, ну, система технологическая не работает Так вот, обезводить, высушить эту вот зону И пусть она плавится И может быть, то есть не было бы водорода Корпуса бы не взорвались Ну я не знаю последствий Потому что к этому не готовили Ну не готовились и Но может быть было бы лучше Не отлить воду А теперь Этой воды радиоактивной, которую прогнали через зону У них там тьма Они не знают, что делать с этой водой Ее перерабатывать и перерабатывать Радиоактивная И будет у них там то там прорывать, то там Все равно там И окружающую среду загрязнили Блоки разнесло все И будет еще эта вода Там тысячу лет будет стекать в этот океан То есть вот, как бы, водород, живучесть Ну и железная технология Вот, как бы, ну три критерия я рассмотрел И это, как бы, мое Мой предмет для, ну, обращения Или для обращения внимания МАГАТЭ И всех заинтересованных лиц Вот на эти вопросы Всем вам благ Спасибо за внимание До свидания